Друзья мои, всем привет! Находитесь на канале Автоподбор Александр. Напоминаю, занимаюсь помощью при покупке автомобиля. То есть, если вы захотите приобрести себе автомобиль в Приморском крае, неважно где он находится, в городе Владивостоке, Артеме, Уссириск, вообще, в принципе, в любой точке Приморского края, я могу вам с этим помочь. Ролик сегодня получается у нас такой спонтанный, я снимать его не планировал. Ролик я уже отснял, он будет небольшой. У меня был выезд в Уссириск на осмотр автомобиля. Покажу вкратце, что происходит на авторынке Уссириска и покажу оцен. Цены улетели в космос, я реально опять в шоке уже который раз. Но, что я хочу сказать. Я взял, открыл Ладу Гранту. Я, знаете, вот честно, никогда не лазил по этим сайтам, не смотрел, сколько они стоят. Так вот, стоимость в простой комплектации, по-моему, миллион сто, что-то двадцать одна тысяча. Что это такое? В самой простой комплектации. Так вот, это для тех, опять же, что правый руль дорожает, что он никому не нужен. Ездите сами на нем, да, на правом руле. Друзья, вот честно, я себе куплю лучше Фрид десятый год за миллион, да, с пробегом сто тысяч. Хотя раньше такой автомобиль можно было взять и за 600, и за 650 тысяч, чем я сяду на наш отечественный автопром. Но не умеем мы делать автомобили. Не умеем. Фрид. Это ту же самую Акву за миллион, за миллион сто, чем я сяду на Ладу Гранту. Я, меня недавно прокатили на Логане. Вот, я, ну понятно, то, что Логан это, там, не российское производство, не знаю. Я даже не знаю, где не собираются эти автомобили. Вот, но я был в шоке, понимаете. Регулировка боковых зеркал происходит не с кнопочек, а получается, ну, грубо говоря, дырка такая, да, кронштейн к этому зеркалу. И ты этим кронштейном регулируешь все зеркало. Господи, это, это вообще, это что такое? Вот. Что касается автомобилей на авторынке зеленый угол, завтра будет ролик. Машинки подвезли, ценник новый, поэтому походим, посмотрим. Но сейчас смотрим видео небольшое, и в этом же видео покажу автомобиль уже по новой цене. Поехали. Не забываем, кстати, не забываем подписаться на YouTube канал, хотя, ребят, с YouTube не понять, что дальше будет, да, потому что вроде как его хотят, Роскомнадзор тоже его хочет заблокировать. Поэтому обязательно подписываемся ВКонтакте, ВКонтакте у меня есть страница, там есть все. И автомобили, и, короче говоря, все. И также подписываемся на Telegram. Ссылочки будут в описании под этим роликом. Также мой номер телефона указан под этим роликом. Ребят, еще раз возвращаюсь к теме. Все автомобили есть на сайте drom.ru. Сайты Авито, сайт Автору у нас не актуальны. Также я занимаюсь поиском что пробежных, что беспробежных автомобилей. Осматриваю, что пробежные, что беспробежные автомобили. Ценник у меня как был 2000 рублей за осмотр одного автомобиля, так и остался. Не 2500, не 3000, и тем более не 5000. Если вы меня с кем-то путаете, то у меня осмотр стоит 2000 рублей. Ладно, погнали на авторынок Уссурийска. Смотрим. Друзья мои, нахожусь на авторынке Уссурийска. Машин очень мало. Продавцов нет. Все вот, блин, их просто нет. Цен мало. Ну а цен... Я просто охренел сейчас. Нашел несколько автомобилей, где указана цена, и вы сейчас будете в шоке. Фрид, 10-й год. Полтора литра, аукцион 3,5 балла. Представляете, практически миллион. Миллион. Вот здесь тоже вот автомобили стояли, все было заполнено. Рактис. Самое интересное, меня удивил вот этот фид по цене. Рактис. 11-й год, 1,3, 4 балла, 950 тысяч рублей. А что касается 4 балла и вообще аукционных листов. Неважно, какой это авторынок, неважно, где вы покупаете машину. Либо на авторынке, либо просто покупаете ее там участников какого-то. Всегда проверяйте аукционные листы. Я вам скажу даже больше. Вот скрин выложен с Алиада. Ну, тут не указано, что с Алиада. И такое тоже можно подделать. Давайте немножко остановимся с вами. Погадаем, сколько стоит вот этот и вот этот автомобиль. Я думаю, вы сейчас неожиданно будете удивлены ценой данных автомобилей. Итак, это Honda Fit, 11-й год, 1,3, аукцион 4 балла, пробег 111 тысяч. Как клево, тут расписано все. Литье, пробег 114 тысяч, 111. Литье 14, музыка читает абсолютно все форматы. И, внимание, друзья мои, 950 тысяч рублей. Я такого сам не ожидал. То есть, если бы мне кто-нибудь раньше сказал, что Fit будет стоить 950 рублей, да, или там выставил на продажу Fit за 950 рублей, я бы, наверное, его послал бы куда-нибудь подальше. А сейчас это реальная цена автомобилей. Продавцы здесь не виноваты, ни при чем. Машины, значит, растаможились по новому курсу. По новому. И то, вот, я вам скажу, он не идеальный. У него есть несколько косячков на камеру, возможно, вы не увидите, но они есть. Давайте посмотрим на мячик. Мячик без литья, цвет черный. Мячик 4ВД, 17-й год, 1,3, но там мотор идет 1,2. Резину я его поменял бы на данном автомобиле. Есть какие-то такие небольшие коцки. На кузове у него вот здесь, вот здесь, вот грани дверей. Это больная такая тема автомобилей. 910 тысяч, 910 тысяч рублей. 4 балла. 17-й год, пробег 92 тысяч. Вот такие вот, друзья, реалити, да, на сегодняшний день. По ценам. Ну, видите, неудобно. Элементарно подхожу к лицу. Цена не указана. Вижу, что он литровый. Все, больше ничего не вижу. Выбор есть автомобиля, но не, конечно, не такой огромный, как хотелось бы. 100%, 4,5 балла Eclipse. Подпишитесь в комментариях, как он, вот такой вообще автомобиль. Уссурист находится порядка 100 километров от Владивостока. Проверяю автомобили абсолютно в любом городе Приморского края. Ну, и сейчас мы с вами быстренько, буквально за долю секунды, телепортируемся во Владивосток. Я вам покажу автомобиль по новой цене. Поставлю его в транспортную компанию. И хочу вам показать еще один автомобиль, который был выкуплен, доставлен в транспортную компанию. Как видите, в транспортной компании работа продолжается, транспортная не стоит. Все работает в штатном режиме. Итак, это Nissan Days. Комплектация Highway Star. Разведите, по бокам идет обвес. Автомобиль на литье, повторитель и бесключевой. Доступ литье штатный, ниссановское. Оно реально круто, достойно, прям бомбически смотрится. Камера заднего вида есть. Также установлен спойлер, метла. Автомобиль бальный, оценка 4 балла. Объем двигателя 0,7. Вариатор. Едет, по-моему, автомобиль у нас в Тюмень. Если я не ошибаюсь. Потерялась на Nissan. Есть такое дело. Вот так, просто, все обычно, все стандартно. Также установлены туманки. Багажное отделение небольшого объема. Это K-Car. То есть, мы его можем подвинуть. Уменьшив багажное отделение, тем самым увеличив место для задних пассажиров. Мне очень нравится, как здесь складываются сидения. Кстати, практически в ровный пол. Да, то есть, такая хорошая трансформация идет. Когда уже весна настанет. Дверная карта пластик. Небольшие тканевые вставки. Подстаканник. Вот здесь выдвижной подстаканник. Тоже очень удобно. Дулька. Документы. Переднее сидение, естественно, ездит вперед-назад. Он на климате. Кожаный руль. Антинюз. Антинюз. Корректор фар. Без экрана. Ну, при желании, конечно, человек себе может уже установить и подключить камеру заднего вида. Кнопка старт. На спидометре здесь 140. Довольно неплохой такой симпатичный автомобиль. Стоимость автомобиля, стоимость данного автомобиля по новой цене 660 тысяч рублей. На сегодня, ребят, будем заканчивать. Доставлю сейчас автомобиль в транспортную компанию. Составлю договор. Сделаем отпись. И все документы отправлю подписчикам. Всем спасибо за просмотр, за комментарии, за лайки и за дизлайки. Всем пока.